Всем привет, это Алена. Сегодня я записываю видео, которое меня уже просили записать. Полина, привет! О своем уходе за кожей лица. Сразу предупрежу, что я запишу два видео. В этом, которое сейчас вы смотрите, я расскажу о своем текущем уходе за кожей лица, о том, чем я пользуюсь в данный момент, дам отзывы. А во втором видео, которое я запишу после, оно будет тоже сегодня уже добавлено, выложено, я расскажу о той косметике, которой я пользовалась раньше, в какое-то время, дам свои, опять же, отзывы, впечатления расскажу и дам советы по поводу ухода, основываясь на собственном опыте, скажу так, что я могу посоветовать, то, что меня просили сделать. Итак, начнем. Кожа лица у меня нормальная, склонная к жирности, то есть Т-зона жирнится бывает, особенно, конечно, в жаркую погоду, и щечки могут быть сухими слегка иногда, в частности зимой. Например, вот сейчас, когда стоят морозы, я ощущаю, что у меня смешанный тип кожи очень хорошо. Хорошо. Ухаживаю я уже достаточно продолжительное время, основа моего ухода составляет вот несколько вещей, которым я пока что не готова, с которыми расставаться, которые не хочу менять. Начнем по порядку с очищения. Очищаю я лицо, точнее, не очищаю, а снимаю макияж и предварительно очищаю молочком Ля Роше Позей Толеран. Очищающее молочко, почему именно это? Я достаточно, как бы сказать, очень аккуратно отношусь к косметике, которая вообще вот все, что на лицо наношу, очень-очень придирчиво и аккуратно выбираю. И выбрала именно аптечную косметику для снятия макияжа с лица и в том числе глаз, чтобы, не дай бог, не было никаких покраснений, аллергии, раздражений и так далее и тому подобное. Совсем не хочется, не хотелось рисковать. Пользуюсь этим молочком уже года три точно, скорее всего, года четыре. Меня абсолютно устраивает. Оно для очень чувствительной кожи. У меня она не очень чувствительная, она нормальная в плане реакции на что-либо. Но, как бы, я решила, почему бы и нет, абсолютно довольна. Вот уже не знаю, какая у меня бутылка. Всем советую. Хорошая вещь. Снимает макияж очень хорошо с глаз и с лица, и там все-все-все, что вам нужно. Ну, ограничиваться этим нельзя, поэтому дальше очищаю я кожу лица. Это вот то, что основа именно ухода уже идет. Это клиник трехступенчатая система. Вот такое вот это называется жидкое мыло у них. У меня идет из серии Combination Oily to Oily для, ну, с полной к жирности кожи. Тоже уже не первая бутылка, я пользуюсь больше года. Мне нравится. Как раз вот она уже, в отличие от для чувствительной кожи Толерана, данная вещь очищает очень хорошо, очень серьезно. Отшелушивает частички, цвет лица выравнивает, в принципе, нормально, хороший, здоровый цвет лица получается. Главное подобрать, вот если кто-то хочет взять клиник, главное подбирать аккуратно по типу своей кожи. Потому что, вот несмотря на то, что у меня очищение идет для жирной кожи по ступени, по клиниковской, дальше отшелушивающий лосьон у меня идет вторая ступень, вот циферка 2. И другой мне не нужен. Вначале, когда я первый раз купила клиник, я взяла все, тройку получается, вот это считается третьей ступенью, видно вам, да? Было жестковато. Третий лосьон, он, конечно, здоровый-то, он содержит спирт, и как бы он достаточно такой резкий на запах. А третий лосьон я, когда купила, ну, попользовалась, допользовала его, и все, поняла, что это, конечно, капец. Если еще вот здесь можно им пройтись аккуратненько, быстренько, то щеки он мне высушивал конкретно, это было вообще не здорово абсолютно. Поэтому я подошла к консультанту, и мне посоветовали просто разные ступени для разного этапа ухода брать. Так, как бы, намного сбалансирование, и лучше получится ухаживать за кожей. Не жалею абсолютно, что пользуюсь, что поменяла ступень, все стало только лучше. И еще мне дали совет, вот буквально недавно я опять заходила в косметический магазин, хотела менять, брать вообще другой тоник, там смотрела, не могла решиться. И мне девушка-консультант подсказала, спросила, почему хочу менять, я сказала, потому что у меня сохнет кожа на некоторых участках, прям до шелушения вплоть доходит, меня это не устраивает. Что делать? Она говорит, вы когда лосьоном, именно речь идет о клинике, протираете, протираете эту зону просто смоченной ватным диском в лосьоне, а когда нужно протереть все остальное, в частности, получается щеки, на обратную сторону диска, уже смоченным лосьоном, несколько капель воды. Получается, лосьон легче становится, но при этом свойства его сохраняются. Я вот так делаю уже, наверное, месяц или полтора. Хороший совет, на самом деле, я очень благодарна этой девушке, потому что действительно все, у меня нет шелушения, сейчас морозы стоят уже месяц, наверное, нормально, абсолютно. Дальше крем для лица, сейчас у меня Estee Lauder Daywear, он идет, по-моему, с SPF, да, SPF 15. Хороший крем, очень мне нравится, как он пахнет, у него такой легкий огуречный аромат, заглушка. Он достаточно густой, так вот он выглядит, такой не флюид далеко, именно крем на зиму хороший. То есть я тоже выбирала именно то, что мне вот хватит допользовать зиму и начало весны, потому что весна у нас, конечно, она что зима, что весна бывает. Вот, и крем мне нравится, очень хорошо увлажняет, он достаточно жирный, ну как, он достаточно питательный, но при этом впитывается быстро и очень хорошо, но кожа его лишнего не остается. Просто главное не перемазывать самому как бы лишнее на себя. Хороший крем могу посоветовать, вот для тех, у кого кожа комбинирована склонная к жирности, на зиму отличный вариант. Для сухой кожи, наверное, этого будет недостаточно, мне кажется, там нужно брать уже другую вещь, именно для сухой кожи. И еще, когда я покупала, собственно, этот крем, вот сейчас тоже хочу рассказать, мне дали пробник идеалиста Estee Lauder. Вот я пробник могу показать, вот так вот это выглядит сама штука, вот в таком флакончике. Что это за вещь? Они заявляют, что данная штука вам будет сужать поры, замечательно, прям вообще никаких пор видно не будет, и лицо будет сиять. Что мы имеем по факту? Поры она не сужает, естественно. За счет чего сияет ваше лицо и кажется, что у вас стали узкие поры. Здесь небольшой шиммер, он очень-очень мелкий, очень-очень мелкие блестки, грубо говоря, светоотражающие частицы. Да, если вы нанесете его, но это как бы, эта сыморотка, она идет под крем, это не альтернатива крема, по крайней мере, точно не на зиму. Может быть, летом можно в жару этим ограничиваться. Зимой это просто вот как база под ваш основной крем уходовый. Вы наносите, да, у вас такое золотистое сияние появляется, пока вы вот все это размазали. Пока это впиталось, пока вы нанесли уже нормальный увлажняющий крем, походили-походили, нанесли там тональную основу, тональный крем, пудру или еще что-то, от этого идеалиста не остается ничего. Я, конечно, не ожидала, что у меня будет там, не знаю, внутреннее какое-то вот реально сияние кожи. Я достаточно скептически отношусь ко всем этим рекламным сказкам, но тут вообще нет ничего. То есть, если вам просто хочется чего-то вот такого, не знаю чего, все есть, крем есть, тра-та-та, чего-нибудь, не знаю, хочу купить, купите. Ну, приятно пахнет, нанести приятно, посиять две минуты приятно, а толку никакого нет от этой вещи. Просто так я ее покупать не буду. Крем для глаз показать нечего. У меня сейчас закончился крем Guerlain Super Aquise. Мне он подходил не до конца, можно даже сказать, не подходил, поэтому я очень рада, что он закончился. Что взять, не знаю, я как-то вот так проходила, ничего не купив. То есть, сейчас у меня вот его уже совсем там чуть-чуть, не знаю, нужно что-то выбрать, решить. Вот мне советовали тот же Estee Lauder, там, Гидрокомплит, по-моему, называется, или как-то так. Может быть, кто-то может посоветовать хороший крем для глаз под глаза. Буду благодарна. Пишите комментарии. И дальше, то есть, основной уход это все. Это два раза в день, утром и вечером полностью я вот... Ну, вот это только вечером, когда нужно смыть макияж. Дальше так, вот эти вот три вещи, плюс еще крем какой-то для глаз, два раза в день. Дальше я делаю маски для лица, сама, дома, мне это очень нравится. Что я делаю? Регулярно стараюсь. Каждую маску я делаю примерно раз в неделю, иногда реже смотрю по потребности. Я делаю маску с голубой глиной, аптечная глина. Вы можете купить ее в любой аптеке. Продается она вот так вот выглядит. Ну, не обязательно так, просто голубая глина. Смешиваете ее с мазью цинка, покупаете там же, в той же аптеке, которая стоит 12 рублей 30 копеек. И как бы все это смешиваете в пропорции на одну примерно чайную ложку глины сухой. Где-то на кончике ножа мази цинка, несколько капель чистой воды смешиваете, наносите на лицо до высыхания, смываете. Это очищающая маска, которая вот сужает вам поры и вытягивает всякую бяку из лица. Если уж совсем какие-то покраснения есть, ну прям, ну бывает иногда такое, я думаю, что меня все поймут. Вот прям прыщики пошли, то хорошо помогает, вот чем я довольна у бодишопа, это Tea Tree Face Mask. Вот так она выглядит. Она неплохая. Пахнет, конечно, ядрёно. Прям вообще капец как пахнет. Она такая зелёная, густая. Вот у меня она уже тоже больше года, наверное, года полтора, но её ещё полбанки, потому что я пользуюсь ей редко. Она сушит кожу, прям вот людям с сухой кожей, я думаю, её даже покупать не надо, потому что вы, наверное, будете не рады результату, назовём это так. А с жирной нормально, но её даже раз в неделю часто, мне кажется, раз в полторы-две можно делать. А ещё лучше просто по необходимости, потому что пересушивать кожу тоже нет ничего хорошего. И у меня закончилась маска, я пользовалась маской Сисли. Как же она называлась, увлажняющая? Она даже, ну, не важно, по сути, как она называлась, потому что она мне абсолютно не понравилась. Я её не куплю. Увлажняющего эффекта от неё, честное слово, особо никакого нет. Не знаю, если только каждый день её мазать, тогда у вас увлажнится что-нибудь, а так нет. Я, если вспомню, я под видео оставлю название маски Сисли, потому что так я её не помню. И не важно. Ещё зато у меня есть вот такая вот классная штука. Это косметика Бабор. Мне моя замечательная, любимая подруга её подарила, вот конкретно вот этот вот наборчик. Здесь у нас вот так вот открывается, и здесь такой набор капсул. У меня пока использовано ещё очень мало, я недавно начала. Вот такие не капсулы, а ампулки. Я наклонять не буду сильно. Вот это очень хорошая вещь. Если вы найдёте, если попадётся на глаза эта косметика, Бабор, вот так вот напишется, я не вижу, отсвечивает только или нет. Вроде бы должно фокусироваться. Купите, попробуйте. Ампулку вы разламываете, наносите себе на лицо. Там у них огромный выбор направлений, скажем так, как предназначений, для чего эти ампулы есть. Там и дистресс, и увлажнение, и цвет лица. Море всего там по потребностям всё себе можно найти и подобрать. Если найдёте, купите, попробуйте. Очень хорошие штуки. И вот их можно как альтернативу маске, то есть тоже где-то раз в недельку делать. Вот от них реально есть результат. Они действительно там улучшат вам цвет кожи лица, или увлажнят, если, смотря там для чего вы берёте. Это могу посоветовать, это понравилось. Вот, этим пользуюсь тоже. И есть вот, ну я не могу сказать, что я этим прям много пользуюсь. Я просто сейчас озвучу, потому что я это пробую. От Тальон. Вот такие вот мне дала последний раз моя косметолога, когда я у неё была пробнички. Здесь гаммаж и очищающий мусс. Хорошие, попробовала, понравились. Наверное, я возьму полные версии. Очень нежные, потому что идёт что отшелушивание, что очищение. Вот по сравнению с клиник, там, конечно, вот это вот просто нежнейшее очищение идёт от шелушивания. Если возьму полные и попробую подольше, я потом расскажу отдельно, ну не отдельно, там, вместе с чем-нибудь сделаю ещё раз об этом упоминание, сделаю ревью. И иногда, если я не забываю, что у меня в сумке есть вот эти штучки, это тоже Body Shop, матирующие салфетки, я пользуюсь ими. Но это по необходимости, я думаю, не нужно рассказывать, что такое матирующие салфетки. Вот так они выглядят, такие зелёненькие, тоненькие, как калька. Просто вот, когда нужно, промокаете, там, проходитесь по лицу. Убирают жирный блеск, но ничего особенного. Собственно, как и многое в Body Shop для меня. Вот. Это всё о средствах, которыми я пользуюсь сейчас по уходу за лицом. Оставляйте ваши комментарии. Рассказывайте, чем пользуетесь вы. Может быть, тоже чем-то пользуетесь, чем и я. У вас есть какое-то там схожее или расхожее мнение. И ещё раз попрошу, если кто-то пользуется каким-то отличным кремом для кожи вокруг глаз, пишите, советуйте. Буду очень благодарна. Следующее видео будет о советах и о том, чем я пользовалась. Там есть целый списочек. Расскажу. Показать нечего. Там будет только разговоры. Всё. Всем спасибо. Всем пока.